В то время, как Подьячи писал грамоту, Тайша разговаривал с Аршинским. «Посылаю я двоих своих людей с грамотой к великому государю в Москву. В прошлом году я также посылал человека своего в Челобитчиках в Тобольск и в Москву с служилым татарином Авесбакеем. Этого человека моего из Тобольска в Москву не скоро отпустили, манили со дня на день. А дорогую Авесбакей говорил ему, что сына моего выучат грамоте и крестят». Сказавший эти слова, Дундук закричал и велел своим калмыкам связать Аршинского и всех бывших при нем русских и ограбить их до нога. «Правда моя идет вам от Авесбакея», — объявил Тайша Аршинскому. «Впрочем, не бойся, до смерти не побьют». Между тем калмыки стали вьючиться и выступили в поход. Русских вели связанных. Перевесшись за Ишим, Дундук велел привезти к себе Аршинского и сказал ему, «Взял я у тебя свое имение, а не твое, и не твоих товарищей. Вы ищете своего добра на Авесбакее, потому что я дал ему двадцать лошадей и приказывал привезти из Москвы товару, а он ничего не привез и сам ко мне не приехал». Аршинский с тридцатью товарищами был отпущен в Тобольск пешком, но калмык смиловался, дал им с полпуда крупно дорогу. Но в то время как старые русские поселения за Уральскими горами подвергались опасности от восстания туземцев, подкрепляемых калмыками, в то время, когда поднимались против русских людей старые подданные великого государя – башкирцы, черемисы, чуваши и мордва, в то время русские люди в далеких пределах Северной Азии неутомимо искали новых землиц для поселения, новых народцев, на которых бы можно было наложить ясак, новых торговых путей, и посольства великого государя являются перед сыном неба, в Срединной империи. Утверждение русских людей в Восточной Сибири происходило с такими же ничтожными средствами, как и в Западной. И происходило при недостатке единства в действиях, ибо правительственный надзор по отдаленности был слаб. В конце царствования Михаила Феодоровича русские казацкие пятидесятники, сидевшие с своими казаками в Верхоленском братском остроге, дрались с бурятами, заставляя их платить ясак великому государю, подкрепляя свои пять десятков небольшими толпами из промышленных и гулящих охочих людей. Но в то же время атаман колесников, отправленный из Енисейска для проведывания про Байкал-озеро и про Серебряную руду, поставил острог на Ангаре и стал также требовать ясака с бурятов. Те не давали на том основании, что они относят ясак в Верхоленский острог, а колесников, видя в отказе непокорность, стал их воевать и разорять. Буряты взволновались и начали действовать враждебно против русских. «Что это?» — говорили они. «От одного государя приходят к нам двойные люди. Одни из Верхоленска берут с нас ясак на государя, а другие от того же государя приходят на нас войною, бьют, жены детей в плен берут, скот и лошадей отгоняют. Как же нам под государевую рукою быть?» Как бы то ни было, теперь надо было укращать возмутившихся бурят силою, огненным боем. Раздраженные буряты не бегали от государевых ратных людей, выходили на бой человек по тысяче и больше, собираясь из многих родов, и отчаянная борьба продолжалась до 1655 года, когда, наконец, истощенные буряты принуждены были признать владычество пришельцев. Между тем Колесников, виновник бурятского восстания, действовал удачно на Байкале против тунгусов, которые обещали довести его до серебряной руды. В 1647 году Колесников возвратился в Енисейск и представил воеводам ясак, собранный с новых байкальских земель, меха ценою на тысячу рублей. Кроме того, Колесников объявил, что посылал четырех из своих казаков с вожими-тунгусами для вестей о серебряной руде. Посланные были в монгольской земле, где князек Турукой великому государю поклонился, обещаясь быть послушным, с двадцатью тысячами своих подданных. Князек сказал, что золотая и серебряная руда подлинно есть и от него близко. У богды царя в Китае. И к нему князьку ее привозят. В доказательство он послал великому государю кусочек золота весом в четыре золотника, за чашку и тарелку серебряные. На смену Колесникову пошли из Енисейска к Байкалу другие начальники отряда, другие сборщики ясака. В 1661 году основан был Иркутск. Из Енисейска шли отряды русских ратных людей для занятия земель и подчинения народцев по Ангаре, Байкалу, Витиму, Шилке, Селенге. Из Якутска шли отряды на север к самому Ледовитому морю, на восток – к Охотскому, на юг – к Амуру. Дикари Северо-Восточной Сибири также неохотно сносили владычество пришельцев, как и дикари Западной, и восставали при первом удобном случае. В сороковых годах взволновались якуты около Якутска, но были укрощены сильными мерами воеводы Петра Головина. В 1645 году на крайнем севере на реке Индигирки встали юкагиры, князек Пелева с товарищами, убили русского служилого человека и выхватили своих аманатов, содержавшихся в русском ясачном зимовье. Против них отправились из Якутска служилые люди – Горелый и Катаев, погромили Пелеву, взяли новых аманатов. Но в 1650 году изменили алазейские юкагиры, убили двоих служилых людей, государеву казну пограбили, по промыслам торговых и промышленных людей многих побили. Катаев пошел против изменников из алазейского ясачного зимовья вверх по реке Алазеи и, наконец, отыскал юкагиров. Живут в большом острожке человек с 200 больших мужиков, которые луком владеют. Кроме подростков, олени все собраны в том же острожке. Русские поставили своих два острожка, один в 40 и другой в 20 сожжениях от юкагирского. Началась стрельба с обеих сторон. Где юкагиры ранят, там русские бьют до смерти. Потом русские сделали шесть щитов, выкатили их и начали приготовляться идти за ними на юкагирский острожек. Дикари испугались, увидали, что им не отсидеться, и начали кричать. «Не убивайте нас, мы дадим аманатов, и государев Ясак станем платить. А теперь у нас соболей нет. Этую осенью мы не промышляли, боялись вас, казаков, жили все в острожке». Русские остановились и взяли в аманаты лучших князьков. Русские достигли уже и реки Колымы. Стоявший на ней сын Боярский Власев в 1649 году отправил служилых и промышленных людей под начальством Никиты Семенова далее к северо-востоку, к верховьям реки Ануя, налагать Ясак на непокорных еще инородцев. Они отыскали дикарей, погромили их по обычному выражению, и пленники сказали, что за камнем, за горами, есть новая река Анадыр, и подошла она к вершине Ануя близко. Немедленно прибрались охочие промышленные люди и подали Власеву-Челобитную отпустить их в те новые места, за ту захребетную реку Анадыр, для прииску вновь ясачных людей и приводу их по царскую высокую руку. Власев отпустил их под предводительством Семена Моторы. У них явились соперники. Служилый человек Стадухин, послыша речи дикарей, начал также собираться на Анадыр. Но еще прежде, летом 1648 года, служилый человек Семен Дежнев отправился из Устья Колымы морем для открытия новых землиц. «Носила меня, пишет Дежнев, по морю после покрова Богородицы всюду неволию и выбросила на берег в передний конец за Анадыр реку. А было нас на коче всех 25 человек. И пошли мы все в гору. Сами пути себе не знаем. Холодные и голодные, нагие и босы. И шел я, бедный семейка, с товарищей до Анадыра реки ровно 10 недель. И попали на Анадыр реку внизу близко моря. И рыбы добыть не могли, лесу нет. И с голоду мы, бедные, в рознь разбежались. Осталось нас от 25 человек всего 12 человек. И пошли мы в судах вверх по Анадыру реке и шли до анаульских людей. Взяли два человека за боем и Исак с них взяли. Тут Дежнев встретился с Семеном Моторою, который сухим путем достиг Анадыра, и пошли вместе. Но Стадухин идет следом за Дежневым и Моторою и громит тех дикарей, которые уже дали Исак Дежневу. Однажды ввиду дикарей, сидевших в своем острожке, произошла любопытная сцена. Между Дежневым и Стадухиным началась перебранка. «Ты делаешь не гораздо», говорил Дежнев Стадухину, «побиваешь иноземцев без разбора». «Это люди не ясачные», отвечал тот. «А если они ясачные, то ты ступай к ним, зови их вон из острожка и возьми с них государев Ясак». Дежнев начал говорить дикарям, чтобы они выходили без боязни и дали Ясак. И один из дикарей стал подавать из юрты соболи. У Стадухина разгорелись глаза на соболи, который брал Дежнев. Он бросился на него, вырвал из рук меха и стал бить по щекам. Дежнев после того почел за лучшее уйти как можно подальше от Стадухина. В 1652 году Дежнев с товарищами вышел из устья Надыра в море на судах. Главный промысел их тут состоял в битве моржей и в сборе моржового зуба. «Зверя вылегает очень много», пишет Дежнев. «На самом мысу в круг с морской стороны на полверсты и больше, а в гору сожень на 30 и на 40». Дежнев дошел до большого каменного носу, а тот нос вышел в море гораздо далеко. Живут на нем люди чукчи, много их очень, а против носу на островах живут люди, называют их зубатыми, потому что принимают они сквозь губу по два зуба немалых костяных. Но одним моржовым промыслом русские люди не могли заниматься в устье Надыра, должны были также драться с коряками. «Мы на них ходили», пишет Дежнев, «и нашли их 14 юрт в крепком острожке. Бог нам помог. Тех людей разгромили всех, жены детей у них взяли, но сами они ушли, а лучшие мужики увели и жен с детьми, потому что они люди многие, юрты у них большие, в одной юрте живет семей по десяти, а мы были люди невелики, всех нас было 12 человек». По вестям от Дежнева немедленно отправлен был из Якутска стрелецкий сотник утвердить власть великого государя в новой землице и установить порядок в промыслах с соблюдением казенного интереса. Но в то время, как прибирали к рукам новые, землицы, с трудом удерживали старые вследствие восстания дикарей на реках Яни и Индигирки. В 1666 году ламуты осадили русский острожек на Индигирке. Осажденные отбились, но дикари не платили целый год ясака. В начале следующего года ламуты, собрав себе воровское великое собрание, приступили ночью к острожку и начали острожные стены, ясачные зимовья, острожные ворота рубить топорами, а иные приставили лестницы к стенам через амбары. Служилые промышленные люди бой с ними поставили и убили у них лучших трех человек и многих переранили. Ламуты испугались, побросали свое оружие и ушли. Гнаться за ними было нельзя, потому что служилых людей в острожке было только пять человек, да промышленных десять, оружия, свинцу и пороху нет, да и взять негде. Весной 1647 года отряд русских людей под начальством Семена Шелковника явился на реке Улье, впадающей в Охотское море. С устья Ильи морем переплыл к устью охоты, но охоту взять надобно им было с большого бою, разбить тунгусов, которых собралось больше одной тысячи человек. Русские поставили острожек, тунгусы осадили его, но на выручку к осажденным приспел другой русский отряд. На охоте русским было много дела, потому что дикари уступали только сбоя, умея собираться большими толпами. В 1654 году они сожгли охотский острожек, освободили аманатов и разогнали русских людей, которые объявили, что жить на охоте от иноземцев не в силу. Появился новый отряд служилых людей из Якутска и поднялся новый острожек. Поставив его, русские начали наступательное движение на дикарей. Взяли их острожек и захватили в аманаты главного заводчика восстания Камко Баяшенца. С этих пор тунгусы на охоте, около охоты, пешие и оленные под государеву руку преклонились. Но в 1665 году опять новое волнение между охотскими тунгусами. Пришли в острог ясачные люди, лучший человек с зелемей, с товарищами, и извещали начальника острога Федору Пущину. Пришли на охоту неясачные тунгусы, и ясачных людей в шатость призывают. Живут от острога в двух днищах пути, и дожидаются посылки в Якутск с государевую казною, хотят служилых людей побить. Пущин, чтобы отвратить опасность, отправил 50 человек служилых и промышленных людей звать этих неясачных тунгусов в охотский острог. Велел призывать ласкою и приветом а не жесточью. Но из этих посланных ни один не остался в живых, и погибли они от того самого Азелемея, который первый известил Пущина, об опасности. Возмутился умом Зелемей со всеми ясачными иноземцами разных родов и побил русских тайком, залегшее на дороге. Зелемей, говорят, держал такую речь к ясачным тунгусам. Что вы, глупые люди, не разумеете и русских переводов не знаете? Вы бы так же жили, как я, Зелемей живу. Самим вам известно, сколько я русских людей побил, а как над собой увижу какую ни меру, то я к русским людям преклонюся, и до меня в ваших глазах русские люди лучше прежнего. Да русские люди нас обманывают, говорят нам и ждут к себе в Охотский Острог на перемену по вся годы больших людей, и больших людей в Острог не бывало. А пока большие люди не пришли, мы и остальных людей выкореним и аманатов своих выручим, а потом, в то время, как русские люди на охоту приходят, на дорогах заляжем и больших людей не пропустим. А как на охоте русских людей изведем, то истребим всех русских на Майя и по иным рекам, а впредь для обережения и безопасности призовем к себе богдойских людей, китайцев, потому что они от нас недалеко. Исаком станем платить небольшой по своим долям, а не так, как теперь на нас спрашивают Исаков за прошлые годы, о которых мы многие челобитные великим государем писали. Но льготы себе никакой не получили и указу о том никакого не бывало. Опасность для русских была тем больше, что в Остроге осталось только 30 человек старых, малых и цинжалых, больных цингою. Аманатов же было 60 человек. Острог ветх. Но дело обошлось без большой беды. Тунгусы никак не решались напасть на Острог, пока там были их аманаты. Они старались всякими способами обмануть русских и выманить аманатов, но понапрасну. Пущин велел схватить показавшихся под городом нескольких подозрительных тунгусов для допросу. Дикари не дались даром в руки. Двое русских было убито, но тунгусов побито пятеро и трое взято в плен. Пленники повинились, что приходили служилых людей побить, Острог взять и аманатов выручить, ибо видели, что в Охотске казаков мало и Острог плох. Пленники были повешены и Пущин тотчас же велел построить новые укрепления, поставить по стене для страху дикарям деревянные пушки и аманатскую избу выстроить новую. Эти меры произвели желанное действие. Тунгусы явились с повинною, извиняясь, что своровали, не стерпя обид от служилых людей.